Всем привет! Это «Вдвижи» и сегодняшний выпуск посвящен памяти Георгия Коцова. В его истории вам будет интересно все, поэтому будьте готовы написать комментарий и подпишитесь на канал. Георгий – болгарин по национальности, обосновавшийся в России, ставший топовым бойцом армейской бригады «Заря», профессиональный кикбоксер и игрок рыбийного клуба ЦСКА, культовая личность в граффити-культуре, олицетворение андеграунда. Но лучше всех моих предисловий о Георгии скажет его друг и брат по боевым темам «Зари». Ему на самом деле очень сильно подходит название твоей передачи в плане того, что он реально был человеком таким, он был человеком «Вдвижи». Если он был «Вдвижи», то он отдавался этому полностью. Когда ты едешь, уже у вас несколько человек есть, вы понимаете, что есть плюс один, и это Гоша. 100%. Мы с вами на уникальном турнире «Бомбз Ринг». Это соревнование по боксу среди граффитчиков, многие из которых представляют абсолютно разные фан-движения. По сути, это все субкультуры, которые двигал Георгий, здесь они все вместе совмещены. Интересно, что устраивает это Антон Пазл, человек, известный в «Торпедо» и в граффити-движении. Мы снимали о нем программу, вот здесь ссылка. Конечно, для обывателя может быть удивительным, как фанат «Торпедо» делает турнир памяти фанатов ЦСКА, но для постоянных зрителей нашей программы нет ничего удивительного. Пойдемте посмотрим. С Гошаном мы познакомились где-то в 2009 году. Я тогда с армией вернулся. Уходил я в то время, когда около футбола был другим. Это то, когда ты все самое дорогое на себя одеваешь, пивка попил и поехал гулять, искать врага. А тут уже спортиков было много. Все парни начали заниматься спортом. И вот Гоша был одним из спортсменов таких серьезных в нашем составе. Один из топовых бойцов, он занимался кикбоксингом. У нас с ним, понимаешь, прошивки одинаковые. Как бы граффити около футбола, музыка. Эмоциональная буря была постоянно каждый день. Мы хотели рисовать, мы хотели общаться с девчонками. И вот это переживание часто описывали друг друга и были прямо на одной волне. Познакомились мы по граффити. Но как бы в граффити не то, что неприлично, они не обсуждают другие какие-то... Вот тут узнаешь, что он тоже околофутбольщик. Так, понятно. Тоже там слушаем одну музыку, одно направление. Так, понятно. Тоже там по рисованию стараемся быть самыми лучшими. Понятно. Ну и так сошлись. То есть мы даже с помощью граффити, наоборот, отвлекались от такого футбола, который вот в 2000-х годах, в среде 2000-х, был очень такой назойливый. Прямо постоянно все дрались, эти гостевые книги все рубились. Мы узнали, что у него вот эта там граффити-культура на таком высоком уровне уже после его гибели. Нас пригласил пазл на выставку «Честь Гоши». И вот там как раз-таки рассказали, что ему чуть ли не какой-то там мировой рекорд принадлежал. Миш, с максимально идиотского вопроса буду начинать. Давай! Как обычно, что ли? Ты вот в свое время рисовал у меня в комнате детской и был против рисовать букву «Д». Прямо говорил, ну зачем она здесь? А сейчас вот рисуешь все-таки в честь армейского человека. Ну ничего. Здесь же нет такого разделения. Армейский человек, там, Спартаковский, Динамовский, Метопедовский. Здесь нельзя разделять, кто за кого болеет все-таки. Варимся в одном котле. Георгий был очень крутым в плане своего стайла, в плане своей активности в городе. То есть постоянно был на движниках, ставил какие-то свои рекорды. Ставил все рекорды по граффити. Он рисовал каждый день на протяжении года. Там по три, по четыре раза в день рисовал. И поставил рекорд, и никто еще до сих пор его не повторил. На выезда ездил и за ЦСКА. И за ЦСКА София тоже то же самое. И рисовал на этих выездах за себя, за клуб. Он всегда таскал с собой баллоны с краской. Будь то евровыезд, будь то просто какие-то путешествия по Европе. Потому что раньше часто выбирали с довольно такими крупными шумными компаниями. Просто путешествовать на праздники, посмотреть Европу. В общем, он всегда находил время и всегда уделял, чтобы оставить этот свой кусок где-то на стене в Вене, в Братиславе, в Праге, везде. Зачастую парней просил, когда все валяются с тусовки, с перепоя. Он с утра просыпался, мол, пойдемте постоите на палеве и бомбану кусок. Все всегда говорили, да Гоша, ты что, угораешь, что ли, со своими картинками? Мы тут приехали в футбольные дела вершить, а не графики рисовать. Стер, вот шестер. Ну, не знаю, у каждого графитчика есть же свой, не то на им погоняло, и вот такое вот выбрал себе. У тебя вот есть погоняло? Горбовщик? Ну, вот. Ну, у каждого есть свои увлечения. Ну, есть такое окончание монстр. Дизастер и все так далее. 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 Когда там узнал, там Гоша, Гоша болгарин, болгарин, ну как, вроде погоняло, да, там особо внимания не обращаешь, а потом только когда узнал, что на самом деле у него болгарские корзуи, вот, ну, все стало на свои места, и родители его, они присутствовали, когда мы рисовали первый его мебелиал, это было по лайну на Савеловской, вот, а отец его тоже присутствовал и тоже спокойно, как бы, общался с нами по-русски. Когда вернулся в Болгарию он на какой-то момент, он пытался там, насколько мне известно, построить околофутбольную движуху по аналогии с Россией и с Польшей, чтобы там было больше спорта, чтобы люди развивались физически, в честном кулачном бою выяснить, кто сильнее, там это все провалилось. Мы все время с ним обсуждали дерби Локомотив Пловдев и ЦСКА Софии, и он все время говорит, блин, ну, как же отличается околофутбола здесь и там. Он бы всегда жаждал приехать сюда и здесь посетить футбол, потому что у нас другой футбол, другой менталитет, другая энергетика на футболе. Хорошая традиция, что его вспоминают так, отрадно видеть здесь такое количество людей. Мы также его вспоминаем перед каждым началом нового сезона и в конце сезона обязательно говорим несколько слов о нем. Жорова всегда в наших сердцах, или Георгина всегда в наших сердцах, как это говорится по-болгарски. Очень жаль, что такие люди покидают нас в таком раннем возрасте. Мне кажется, он бы мог еще очень многого добиться, как в регби, так и на этом поприще. Вот ты знаешь, по околофутболу я его, честно говоря, не знал, но я знаю, что некоторые из нас, вот Кирилл, Эдикна, Кирюха, что-то на стороне стоит. Но по околофутболу многие из нас как бы знали, и он как бы был там на знаменитом движении в Питере в свое время. Все, что могут о нем сказать парни из той фирмы, что Гоша ни разу не дрогнул, что Гоша ни разу не дал шагу назад, шел только вперед. Я знаю, на самом деле, его историю еще из его болгарской жизни до приезда в Россию, когда там чуть ли не все его приятели дали по тапкам против оппонентов. Он единственный, может, один из нескольких человек, который остался стоять до конца. В этом замесе он лишился четырех передних зубов, но он шагу не дал, он остался там, и после этого он просто получил огромнейшее уважение. Он в коллективе занимал лидирующие позиции, то есть один из топовых людей там был. И вот это лидер такой, не который говорит тебе, что делать, а который идет впереди и показывает, как это надо делать, показывает своим примером. Человек-поступок, вот это про него. Он очень сильный духом был и уверенный в себе. Таких людей на самом деле можно пересчитать вот из моего окружения по пальцам. Мне каждый человек такой, это тот человек, которым ты рядом идешь, и вот ты уверен, что что бы тебя впереди не ждало, какой бы там сильный оппонент не был, или там люди будут на говне с ножами, там с палками, или там милиция, что ты идешь уверенный полностью. Такие люди, собственно, о себе оставляют память в истории своей жизни. За пару дней до его смерти гуляли с ним по Москве. И просто человек, живущий в Москве, ну, не постоянно и не столь длительное время, он шел по центру Москвы вместе с нами и нам рассказывал про архитектуру нашего города. Он шел и рассказывал, в каком стиле сделано это здание, кто его построил, в каком году, возможно, оно было построено. Потому что для нас это было настолько откровение и удивление, что мы человек там уже полтора-два сезона знаем по спорту, по регби. И тут он нам открывает совершенно с другой стороны, что он творческая личность. Помимо того, что он физически сильный, он очень интеллектуально развитый человек. Все мы были по-своему художники, архитекторы, дизайнеры. У него были очень забавные татуировки, на нем же он очень любил на себе, да, там, опробовать какие-то рисунки. Блин, у него были обалденные татуировки. Я люблю, там, знаешь, на пузе, там, лисичка, на одной стороне пузо заныривает в норку, а на другой стороне пузо, это же лисичка выныривает там из норки. То есть там какие-то ананасы, бананы, блин, ну, реально очень позитивный, веселый человек. Когда мы бегали челнок, он встал на колено, сказал, что, парни, плохо себя чувствую. Ну, и, наверное, это были его последние слова в жизни. Он упал, мы его 40 минут пытались привести сознание. Приехала скорая, к сожалению, без дефибриллятора. Адреналин вкололи, не помогло. Приехал реанимобиль, но уже было поздно. И, к сожалению, Георгий умер в форме ЦСКА. И на поле, где тренировался бильный клуб ЦСКА. Поэтому на его баннере мы написали, что Гоша, он в основе навсегда. Светлая ему память и царство ему небесное. Да, мы такую акцию решили сделать. Рисовать в каждом месте в одно и то же время рисунок Гоша Стера. Ну, именно идентичный рисунок его, именно в точности повторяющуюся его линию. И получается так, что Гоша рисует нашими руками по всему миру. Он до сих пор ставит свои рекорды. Я очень спокойно отношу их к смерти. Потому что считаю, что все, кто отсюда ушел, они находятся в любом случае вместе лучше, чем мы. И Гоша находится там, где на футболе можно делать все, что угодно. Все по-старому. Все, что было сказано, было сказано всем коллективам в память об общем и друге. Сверя в себя, сверя в победу. Он же архитектор, но архитектор не может лишнюю линию сделать. Не может кривую линию сделать. Он все четко делал. Поэтому, думаю, что он сейчас смотрит и поправляется. Да, я каждый раз рисую его кусок. Думаю, да, Гошка меня бы, короче, поправил бы. Но не получается так, как у него. Но он и очень круто рисовал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок